Так зачем ты? Это же моя любимая каша Запах, конечно, божественный Эти у меня просто Обыкновенные, без всяких Осталось 18 минут Но все, пусть стоит Друзья, всем привет Вы находитесь в Краснодарском крае В поселке Родники Белоречества района На канале Хадарики Вот, Оля, что ты делаешь? Да, блин, решила Что-нибудь быстро заварганить Что заварганить? Ты вчера кашу манную сварила Все, что в холодильник Так зачем ты? Это же моя любимая каша Манная Да там чуть-чуть оставалась Нет, это же мне на три дня была еда Прошлый раз я тебе там оставила в тарелочке Прошлый раз Галя принесла булочки А у ней были такие они вкусные Вообще изумительные Я такая говорю, Галь, такие булки вкусные Из чего она? Секрет попробуй Я так же не угадала Такое чувство, что ешь пироженки Оказывается, она там Все с холодильника туда Шин-шин-шин Добавила И добавила еще манную кашу Я говорю, вот в чем секрет Очень вот такие вкусные Короче, я решила ревизию по холодильнику провести Там у меня было что-то там Чуть-чуть там что у меня было И манная каша была И чуть-чуть майонеза добавила И чуть-чуть молочка И получилось тесто Не, ну ревизию мою не надо было делать Я бы ее неделю ел кашу манную Это же моя любимая еда У нас что? Молока нет? Молоко есть? Манка есть Ее надо варить же было А это уже была сваренная Целая большая кастрюля манки Кто неделю ест кашу манную? Ладно, хочешь того хоть две недели можно есть Я могу ее ложками Она густая, ложками ее резать Все, на расстойку поставила Так что ты мне должна кастрюлю каши манную И просто быстрые булочки Вот сейчас делаю Они у меня пока стоят на расстойке Вот здесь я поставила Вот такие Вот она Я вот такую подстилаю Не пергамент, а вот такая Вот Силиконовая Силиконовая Фикс прайс Чуть копейки стоят Это у меня вот прям хорошо Прям милое дело Растаивается Тесто чуть-чуть осталось А здесь я сейчас вам покажу У меня Я сделала Вот так у меня Тоже на расстойке стоит Вот Это помню Все знаете Это нам родители раньше Дружная семейка Дружная семейка Кого так делали Родители Ну как Ку-ка-у-ка Дунькина радость Дунькина радость называли Еще как-то я забыл Ну-ка напишите Как тебе еще конфеты были Горошек Не горошек А вот эти Круглые Они были в сахаре И в сахаре они И там повидло А еще были такие же Подушечки Только они были в какао Подушечки И в сахаре тоже Но они сейчас Кстати тоже есть Есть? Да А что ж ты не покупаешь Есть еще Ну это уже Прошлый век Есть еще Я видела Желтые Такие как Эти Круглые И они тоже в сахаре Но я думаю Если положим Хрен раздвит Короче У меня было Две конфетки Такие Которые подходят Вот эти я думаю Шоколадные Никакие не подойдут А вот там были они Типа карамель И что-то так Не, ну может шоколадную Тоже мягкое Я туда короче Эти конфетки Я так раз-раз-раз-раз Разрубила Ну у меня были Типа карамели Ну надо было Эти и знаешь Что еще Вот Вот финики Вот с косточкой Вытащить Финики нет Ну ладно Попробуем Короче стоит на расстойке Ну все Я пошел Своими делами заниматься А вы ее слушайте Дружная семейка Получится Олины сказки Так у меня тут Расстоялось Сейчас я Вот так Делаю Помажу Яйцо я делаю С молоком Вот чуть-чуть Чуть-чуть Молочка Сейчас Вот у меня кунжута много Думаю Может кунжутом посыпать Вот эту булочку Я точно с кунжутом Сделаю Вот эти Я не знаю Дружную семейку Может просто Чтобы она Блестящая была Так что То что в холодильнике Есть Я даже Вот рецепт Не знаю Я просто Положила Все что у меня Было В холодильнике Я думаю Все получится Должно Получиться Иногда Правда Делаешь От муки Зависит Вроде Печка Та же Самая Рецепт Тот же Самый Иногда Делаешь А все Мука Если не та Какая Все Это значит Так что Намазала Намазала Посыпать Что ли Кунжутом А что Давайте Посыпем Пусть будет Красиво Будет Красиво Я хотела Вообще Этим Сахарной Сахарной Пудрой Настя Любит Сахарную Пудру Ну ладно Одно Другому Не помешает Сахарная Пудра Будет Я вообще Люблю Кунжут Классный Вкусно Можно Даже Побольше Его Посыпать Ничего Страшного Будем Грызь Собирать Так На те Булочки Хватило Ну У меня Еще Одна Пачечка Есть Так Вот Такая Получилась Красотенюшка Так Пойду Включу Духовку Я Там У меня Прохладно Надо Закрыть Чтобы Тесто Не Опустилось Сейчас Включу Сразу Включу я на 180 градусов, на 180 градусов, на 30 минут. Так, пойду по-быстренькому, что у меня тесто не упало, там прохладненько. У нас там как там, так по грибке. Ну все. Ой, тут задевает. Ну все. Так, красота. Вот такие штучки я купила в фикс-прайсе, силиконовые. Я как-то купила эти, бумагу, пергамент коричневый. А от этого пергамента вообще тесто не отстает. Все прилипает. Мне кажется, уже пергамент стал не пергамент. Вроде покупала прям хороший, не дешевый. Все равно плохой. Так, ну ладно. Здесь пусть тесто поднимается, мои. Вот здесь хочу просто булочки сделать. Просто булочки. Тепленькие. Вообще надо было на теплый пол поставить, чтобы оно растаивалось. А вот с этого теста я не знаю, что сделать. Просто, наверное, что... Может быть сделать просто косичку? Без заморочек. Без заморочек, без заморочек. Наверное, сейчас сделаю. И опять же с конжутом, да? А если мне ее сделать... Сейчас я сделаю вот такую, вот такую, вот такую. Хлебушки. Я у меня хлебушек всегда пеку. А я еще там и сделаю. Пусть она у меня тут растаивается. Так, вот это мне сейчас помою. Когда вот это всего много, всякой ерунды остается. Мешается. Помыла где-то. Так, помыла, помыла. Делаю вообще полотенчик. Это же еще одно полотенчико было. Так, а как же мне сделать их? Может, раз-раз и заплести? Угу. Очень. Точно. Сейчас я так и сделаю. Угу. Сейчас я вот так и сделаю. Масло. Это масло. Так, сейчас я даю себе вот так масло. И просто сделаю булочку. Просто сделаю булочку, плетеночку. Сахара не буду делать, потому что тут сахар есть. Сахар еще, кашка манная сладкая. Так, что должно все получиться. Булочка, булочка. Так, вот так сделаю. Боже, у меня тут прям ровненько, все ровненько было. Так, сказал бедный. Ну, все. Сейчас вот так и порежем. Угу. Кунжут развернем. О, вот он красивенький такой вот этот. И прорезался. Так, вот так вот так. А теперь я так, на руки, чтобы... Так, а мне хватит тут развернуться. Развернуться. Так, вот так раз. Вот так два. Так, стоп туда. Ну, правильно. Да-да-да-да. Так, так раз. И раз. Так, полечка еще надо тут раз. Так, получилась такая плетеночка у меня. Чудесненькая. Так, теперь возьму формочку. Положу ее в форму. Пусть она тут в формочке поднимается. Главное положить теперь красивенько ее. Ну, она очень красивенькая получилась. Раз, раз, раз. Вот такая прелесть. Так-с. Ну, все. Теперь я поставлю. Пусть она тоже тут поднимается. А я пока делами займемся. Так, сейчас я вот это пока закрою полотенчиком. И пока приберу тут. Порядочек. Так, пойду я посмотрю. Ой, запах, конечно, божественный. Вообще божественный, божественный. Сейчас включу свет. Ну, вид тоже, кстати. Очень даже ничего. Так, осталось у меня 10 минут. Так, 10 минут. Сейчас я проверю. Не сгорят ли. Ну, класс, класс. Ладно, я решила. Осталось у меня сколько? Не видно вам. 9 минут. Ладно, ничего страшного. Пусть постоит. Посмотрите, какой запах. Я думаю, что-то конфетками, что ли, вот этими пахнет. Обалдеть. Так. Сейчас я ее поставлю. Пусть остывает. Так. Пусть остывает, остывает, остывает. Так. Так, затем. Сейчас я сделаю булочки. Они мне поднялись. Может быть мне... Нет, тоже сделаю с кунжутом. Сейчас я вот тоже их так же сделаю. Эти у меня просто обыкновенные, без всяких там внутри конфеток. Просто булки. Булки, булки, булки. Просто булочки. Булочки. А сколько времени? Время семь. Вечер я булки пеку. Да что-то везде по улице ходила. Восёк там теплицу делает. Что-то пока туда-сюда. Вот и решила, думаю. Чем заняться? Надо чем-то заняться. Сделаю ревизию в холодильнике. Там, кстати, можно... Пост идет, а мы булки едим, да? Ну, не приучили нас с детства постовать. Мы не постуем. Ну, ладно, что теперь? Сейчас сделаю. Тоже с кунжутом сделаю. Он когда кунжут поджарится, такой вкусненький встает. Кстати, друзья, с продуктами такая спекуляция ужас. Сегодня зашла там в один магазинчик, продавщица сидит, все переписывает. Масло пятилитровка, 700. Я думаю, это они сами накручивают. Сахар, блин. 88. Вот здесь в магазине. Мне вот не надо. Будем есть вам... Я бы его только для выпечки купила. Но пока за 88 не буду брать. Появится. Как-нибудь поеду пораньше в Магнит. Там, говорят, 56 рублей. Вообще жесть. Куда это? Куда? Блин, ну нету их и не надо. Ничего хапаться. Мне вот надо килограмм сейчас. Алена говорит, возьми у меня, у меня комовой-то есть. Пока вот не надо. Там чуть-чуть осталось. Ладно. Зато хоть начнут варенье есть. Варенье никто не ест. Никто не ест варенье. Там у меня еще клубника и малина замороженная. Надо хоть им растаять. Будут есть, не будут. Когда нету, прям охота бы сейчас съел. Когда вот в холодильнике все есть. Некоторые говорят, зачем компоты делать. Взял в свежих, заморозил этих всякие там яблочки, сливы там, что-нибудь. И сделать свеженький компот. Смысл-то совсем другой. Вот компот сейчас поставлю варить. Даже если он настоится вареный. Он не такой будет. Этот компотик сколько, считайте, с лета настаивается. И он просто в кипяток его заливаешь, кипяченую воду. И он стоит, настаивается. А это же варится. Вообще другой. Совсем другой компот. Я не перестану делать компоты. Я буду делать их. Разные, разные. У меня еще и замороженное есть все. И клубника, и малина еще есть. И смородина там есть. Алыча есть. Желтая, вот не знаю, не смотрела, есть или нету. А красненькая это есть. Слив вот нету. Я в этом году не успела сделать черешни. Я обычно черешню замораживаю. Мне очень нравится черешня, когда замороженная. Когда ее растаяешь, вкусно. Вот колечки есть ли? В новый поселок. Смирновый, привет. Ели там черешню она вытащила, разморозила. И персики свои. А у нее персики, вы знаете, обалденные. Такие персики. Внутрекрасные. Они вот такие не сильно большие такие. В этом году, говорят, не очень такие были на вид. Но они такие сладкие, такие ароматные. Такие вкусные. И вот она от косточки очистила. И вот так разрезала их и заморозила. Они начали подтаивать. Вот тот же самый вкус. Тот же самый запах. Ой, вообще обалдеть не встать. Я раньше таких не ела, честно вам говорю. Вот то, что привозят в магниты там, это вообще не такое. Это вообще что-то с чем-то вкуснячное. Кстати, вот сколько побольше сделаю я кружутика. И пойду включу духовочку. Так, пойду включу духовочку. Что, полотенцем буду накрывать? Не буду накрывать? Не опустится он мне? Ладно, вот так пойду. Пойду поставлю. А то там у меня прохладно, чтобы тесто не опустилось. Это все главное. Сейчас я поставлю. Наверное, поставленные 30 минут поменьше. Так, ну все, друзья. Ставьте свои компотики, чаечки, кофеечки. Сейчас будем пить чай. Очень вкусненько получится, я думаю, точно. Так, у меня же еще плетеночка есть. Так, а плетеночка у меня... Сейчас я поставила. Я ее поставила в микроволновку. В микроволновке там тепло, я ее поставила. В смысле, не это не включила, а просто поставила в микроволновку. Так что мне еще, наверное, пригодится. Чуть-чуть осталось яичко. Масло можно уже выбросить подсолнечное, помыть. То есть, я видите, что смотрю? Не реклама, а просто обожаю его. Ильдар Автоподбор. Такой пацан классный. Говорун. Прелесть. Машины разбирают, собирают, чинят. Потом дарят. Дарят машины. Там многодетным, каким-нибудь инвалидам. Ну, хорошим людям. Вообще. Прелесть. Обожаю смотреть. Если несколько передач не посмотрю, могу ночью посмотреть. Кстати, друзья, финики очень полезные. В день надо съедать 4-5 штук. Ну, можете есть там, если хотите, побольше, но... Классно. У нас Мастерк любит себя, у него стоят финики эти. Ну, все, ждем. Все остывает, потом вам все покажу. Пока помою посуду. Так, решила я дарить чаек. Кипяточками я обдала. Чаек у меня кипит. Кипит, кипит, кипит. Кстати, я завариваю вот так, друзья. Так, наверное, хватит. Я пока. Затем я делаю вот так. Я добавляю сахарочку. Сахарочку добавляю всегда. Не знаю, правильно это или неправильно, но... Че, че, хватит, ладно. Мне это нравится. Мне это очень нравится. Так, завариваю чаек. Так. Что-то я заметала все. Так, сначала заварится. Чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть. А, сегодня вообще будет вкуснятина. И выпечка, и все-все-все. Так, сейчас я этот золото там вставлю. Так, 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 так. Не надо его поставить. Наверное, вот сюда поставлю пока. Не проливался. Так. Пока у меня там петется, сейчас чуть-чуть заварится, сейчас добавлю. Еще побольше. Побольше. Так. Так, сильно не буду я, что-то будет выливаться у меня. Все, пусть заваривается. Чаек-с, чаек-с. Надо было, мне кажется, махровое полотенце принести. Нет. Все, сюда поставлю, пусть не заваривается. Мне же надо было сейчас. Так, сколько у меня там минут осталось? Как вы думаете? Ой, какие булки приподнялись. Пу-пу-пу. 21 минута? Блин, немного там 21 минута. Сейчас я вам покажу. Сейчас я тут посмотрю, что у меня с плетеночкой творится. Так, с плетеночкой. Что у меня тут с плетеночкой? А вы говорите, худеть надо. Ну как тут похудеешь? Плетенка тоже тут супер. Пока, наверное, не буду ее мазать. А может, вообще ее не мазать. Но она у меня тоже чуть подошла. Вот, смотрите, какая красота. Галечку угощу соседку. Она мне всегда плюшки свои приносит. Разные, разные. Она у меня, кстати, еще не будет спать. Но я ей обязательно горяченький дам. Сейчас еще поставлю. Пусть стоит еще. Сейчас мы с вами пойдем посмотрим булочки мои. Сейчас я вас туда отнесу. Вот я иду, да. Друзья мои, я не знаю. Знаете что? Я не знаю, конфетами это пахло или не конфетами. Но здесь вот конфет нету. Но запах стоит. Обалденный. Это, мне кажется, знаете что? Манная каша. Точно манная каша. Вкуснятина. Запах. Прелесть. Неимоверный запах. Осталось 18 минут. Но все пусть стоит. Пусть пекется. Прекрасно все. Васек тут приходит. Орехи грызет. Баночку себе поставил под мусор. Орех окол. Грызет. Так вот пришел наш. Кто? Дегустатор наш. Напекли. У тебя будет пробовать. Давай пробуй что-нибудь. Подавай вот эти булочки у нас. Были там конфетки. Но не знаю, есть там конфетки или нет. Смотри. Так вот такой получился. Такая получилась плетеночка. Вот такая. Смотрите. Ой вообще. Я не буду ее трогать. Она прям воздушная. Знасть разламывает. Вот так смотри. Смотрите. Идеальные булочки. Не знаю, там конфетки есть? Нету? Попробуй нахуй. Как пух. Ну-ка. Тает во рту, да? Угу. Конфетка хоть есть? Да. А где конфетка вкусно? Нету. Наверху оказалось. Наволнице. А эти булки прям получились вот такие. Вот они. Посмотрите, какая прелесть. Прям воздушные. Запах какой вкусный. Прелесть. Вкусные? Угу. Конфетки все такие. А, кстати, там еще мармелад есть. Где? Не знаю где. Ты какая, какая там у тебя? Мармеладка или конфетка? Наверное, конфетка. Может быть, вот с этой стороны. Я даже не знаю где они. Вот, смотрите, прям. Прелесть. А конфетки? А где конфетка-то? Нету. А, вот она она. Вот здесь мармеладка. Помнишь? Мармеладка. Вкусняйшая. Есть. Я здесь конфетки вкусно положила. Конфетки положила розовенькие. Там какие-то карамельки были. Две штучки я их вот так порубила, порубила. Вкусно? Как бух, да? Прелесть. Галечка, спасибо тебе за рецепт с манкой. Короче, все-все-все вместе и получится вот так. Пушок, да? Прелесть. У нас выпрямляйся. Вот так я всегда говорю. Выпрямляйся. Корбатица. Ну, это просто булочки. Сладенькие булочки. Сейчас я оторву и пойду схожу к Галечке. Пойду я. Вот. О, смотрите, какая прелесть отрывается. Тепленький, вкусненький. Батон тоже такой же. Смотрите, вон. Вон, видите. И компотик. Компотик. Компотик, она сказала, да, я не самый темный. А в этом компотике что там у нас? Виноград, груша, по-моему, да? Виноград, груша, яблоко, короче, все вместе там. Поэтому он такой темный, как чернила, да? Вон, добавь себе. Пополней. Эту крышку, открывай крышку. Крышку открой. А то ты знаешь, он польется. Его вот так надо. Вот, давай, резко. Раз. Держи, Настя. Все. О, сейчас все испачкаешь. Все. Вот ты, Чуня. Держи, Чуня. Чуня, Чуня. Очень вкусно. Очень вкусно. Так, положи просто и все. Ну, что, пойдет? Зачет? Очень даже зачет. Все, пойду к бабе Гале. Отнесу ей булочек. И они поужинают. Ну, все. Ну, все. Настенка оценила. Оценила. Мое искусство. Мои булки. Все, друзья. Всем пока. Приятного всем аппетита. Хорошего настроения. Пеките. Если у вас что-то в холодильнике завалялось. Ложьте все. Не ошибетесь. Очень будет все вкусно. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok